Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас из солнечного Сочи. Может быть, это создаст вам добавочный плюс в вашем сегодняшнем настроении. Погода солнечная, почти 18-19 градусов. Я рада поделиться с вами этим солнечным настроением. Как разработать бренд библиотеки в соответствии с уникальной миссией, историей и местом? Тема нашей встречи продолжает мои предыдущие темы. Это как сформировать имидж библиотеки и тема по формам и методам работы библиотеки в социальной и культурной среде современной. Так вот, работа над брендом библиотеки, я думаю, к этому подталкивает нас в сегодняшний момент. Но для начала я представлюсь. Стаж работы в сфере культуры более 30 лет. Заведую библиотекой имени Пушкина города Сочи 8 лет. Скажем так, все, что я буду говорить сегодня, это не теоретические знания, это не прочитанный где-то курс, хотя и это есть. Когда-то, благодаря региональному инновационному центру города Омска, я обучалась на курсе переобучения, менеджмент в социально-культурной среде, поэтому основы знаний я получила еще там. А вот то, о чем я буду говорить сегодня, я могу, эпиграф такой, вам предложить, это проверено на себе, либо это основано на реальных событиях. Какие еще вы можете придумать, скажем, слоганы к моему сегодняшнему выступлению, вы можете поделиться в чате. Почему я так говорю? Потому что бренд-менеджмент, это, так, значит, я на слайде представляю нашу библиотеку, городская библиотека номер один имени Пушкина, библиотеке в 22-м году исполняется 110 лет, имя Пушкина библиотека получила в год открытия в 1912-м. Вот так выглядит наша библиотека, она небольшая, мы в системе ЦБС города Сочи, библиотека имеет два отдела, абонемент и читальный зал, вот такое, скажем, благодаря своему местоположению находится она от центрального спуска на городской пляж на набережную, я могу смело сказать, что через нас проходит половина России точно, через нашу библиотеку, привлеченную вот такой архитектурной особенностью нашего здания. Итак, что такое бренд? Как вообще, что за понятие бренд-нейминг? Когда я погрузилась в эту тему, я поняла, что все вспомогательные какие-то контенты в медиа-среде, они касаются сферы бизнеса. И социальный бренд как таковой практически очень слабо рассматривается. И вся терминология, которой мы можем владеть, она касается продвижения предприятия, увеличения объема продаж и всяких прочих бизнес-терминов. Но я-то сегодня хочу поговорить о бренде библиотеки и о пути создания библиотечного бренда, ну, как говорят, от чистого сердца простыми словами. Не потому, что я не знаю этих, ну, основ социального менеджмента, а просто потому, что я считаю себя не теоретиком, я считаю себя ремесленником от культуры. Я люблю свое ремесло, хорошо его знаю. И сейчас, как руководитель небольшого учреждения, библиотеки, я на пути к созданию бренда библиотеки. И вот все, что я пропустила сквозь свои пальцы, все, к чему я пришла, я хочу обсудить это с вами. То есть, итак, мы обратимся к понятию, что такое бренд, бренд-нейминг, брендирование. Бренд – это комплексное понятие, включающее в себя несколько параметров. Это графическое изображение, узнаваемый логотип, так скажем, учреждения, слоган, то есть, аудиальная подача в соответствии с выбранным образом, и оформление внешней и внутренней среды в едином стиле. И сюда же мы добавляем хорошую репутацию у потребителя. Вот так нам говорит социальный менеджмент о том, что такое бренд. Дорогие друзья, я хочу к вам, прежде чем продолжать наше общение дальше, я хочу обратиться к вам с такой просьбой. Поставьте, пожалуйста, один плюсик тем, кто пришел на наш вебинар просто потому, что любопытно, интересно. Поставьте. Я буду знать просто на каком уровне нам общаться дальше. Вот один плюсик тех, кто пришел, кому просто стало интересно. Два плюсика попрошу поставить тех, кто, как и я, созрел к тому, что библиотека должна, ну или учреждение культуры, музей, центр, дом культуры должен иметь свое имя. К этому его подтолкнула, ну, социально-культурная обстановка вокруг учреждения. Два плюсика. Замечательно. Поставьте три плюсика тем, кто никак не может определиться, где взять основу, причину, повод, как прийти к идее, где или он растерялся в современной динамичной среде и ищет. Человек, который понимает, руководитель, который понимает, что надо что-то делать, что за державу обидно, за самолюбие профессиональное не позволяет тихо сидеть за стеллажиком и грызть свой сухарик. А он не знает, как к этому прийти, с чего начать, где искать помощь. Вот замечательно, я вижу, что такая команда есть. И спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я теперь буду знать, что вы здесь со мной не из простого любопытства, а потому вот по тем причинам, которые указаны. Я вам так скажу, библиотек очень много. Замечательно, что библиотечные системы в России, несмотря на сложную ситуацию перестроечного времени, постперестроечного, социально-экономические процессы, и сейчас в связи с ограничительными действиями, слава богу, и к чести руководителей страны, Министерства культуры России, количество библиотек не уменьшается. Но они очень разные. Замечательные библиотеки, которым, как нашей библиотеке, дано. Вот вы знаете, когда мы решаем задачи, да, советскую школу вспоминаем, и у нас дано. То есть, что мы имеем, находясь на первой ступени, прежде чем шагать. Есть множество библиотек, у которых, собственно, бренд лежит на поверхности. Это имя, которое носит библиотека. Светлое имя Александра Сергеевича Пушкина не позволяет нам экспериментировать с какими-то другими основными направлениями деятельности. То есть, имя, которое носит библиотека, уже само собой может быть брендом. А тогда возникает вопрос. А что же делать тем библиотекам, замечательным библиотекам, муниципальным, межпоселенческим, сельским, городским, которые прекрасно выполняют свою миссию в течение многих десятилетий, в которых работает замечательный профессиональный, знающий коллектив, любящий свое дело, но какого-то особого отличия от всех остальных библиотек городской среды либо сельской библиотечной системы библиотеки не имеет. Вот скажите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, еще раз плюсики, есть ли в нашем сегодняшнем общении именно такие коллеги? У кого, вот у кого как называются библиотеки в системе? У кого-то это филиал номер один, номер два, номер три. У кого-то по названию учреждений, населенного пункта, в котором находится библиотека, это сельские, да? Вот как вы выходите из положения, как вы называетесь административно те библиотеки, которые не имеют имени присвоенного? Вот, замечательно. Я уже вижу ответы. Филиал номер семь, филиал номер один, номер два. Ну, то есть, вот эта нумерация, скажем, да, детско-юношеские, по географическому названию Верхняя Сисердская сельская библиотека, Центральная детская. Ну, то есть, вот так. Вы знаете, а уж очень хочется, уж очень хочется, чтобы твое любимое место работы, то, чему ты отдаешь не только восемь часов рабочего времени пять раз в неделю, а то, чему ты отдаешь душу, вкладываешь профессиональные умения, свое отношение к этому, время в основном и личное тоже туда же. Очень хотелось бы, чтобы эта библиотека была заметной в городской среде. По сути, когда я пришла руководить этой библиотекой, передо мной была поставлена эта задача, несмотря на то, что мы дружно встав на лыжи стремились к Олимпиаде, вот, но директором ЦБС была поставлена задача сделать именно так. Ну, тогда такого понятия, как бренд-нейминг в 12-13 году еще не было. И я действовала почти интуитивно. Сейчас нам с вами в помощь замечательное медиапространство и такие платформы, как Директ Академия, сейчас нам уже проще. Но я попробую сегодня прошагать вместе с вами вот обычными шагами руководителя маленького учреждения в непростой социально-культурной среде. Я знаю, что многие могут сказать, ага, где Сочи и где мы. Да вы знаете, у каждого города, у каждого населенного пункта есть свои приоритетные задачи. И у города Сочи тоже. В силу особенностей своих Сочи развивается как центр туризма, круглогодичного туризма. И замечательная библиотечная система города Сочи, ну, скажем так, пробует, пытается, творит, экспериментирует. На эту идею создать, сформировать особый имидж библиотеки, разработать бренд со всеми, скажем, вытекающими меня натолкнула дружба с коллегами из северо-западного округа города Москвы с замечательным теоретиком библиотечного отдела Юрием Юрьевичем Черным. И опыт работы Москвы, Московской области в создании тематических библиотек, он берет начало еще из 17-го года. Мы тогда с вами о бренд-нейминге не имели понятия, но это было даже не проект, а это была инициатива создать тематические библиотеки. Я человек любознательный, я проехала по этим тематическим библиотекам. Вы знаете, это настолько впечатлило. Но основная идея этой инициативы московской было обновление и создание концепции без вложения дополнительных средств. То есть это то, чего от нас с вами, наши руководители, могут ждать, другие могут целенаправленно нас к этому подталкивать, третьи могут нам помогать. То есть это то самое. Итак, значит, тематические библиотеки как северо-западного округа Москвы, которые родились в результате этой инициативы. Библиотека образ, библиотека графические истории, библиотека техно-сайенс, библиотека самореализация. Двигаясь чуть дальше, совершая шаги вместе со мной в создании бренд-мейминга, мы еще к этому вернемся с вами. Вот. То есть общение с коллегами натолкнуло меня на поиски своего бренда. Итак, как мы это делаем? Да? Ну, я назвала этот слайд, я бы разработал бренд, пусть меня научат. Коллеги не научат. Практически все наши профессиональные учебные заведения, которые готовят библиотекарей, работников культуры, социальному бренд-менеджменту не учат. Не научат. Возвращаемся к замечательной фразе «Невозможно научить, можно только научиться». Поэтому давайте будем учиться. Будем учиться это делать. Как сделать нашу замечательную библиотеку в данном случае? Ну, это же может быть и центр развивающий, это может быть музей, это может быть дом культуры, КДЦ, как угодно, да? Как разработать бренд просто, скажем, пропустив эту проблему, идею через себя? И давайте сегодня мы попробуем это сделать. Сам себе менеджер я назвала это направление, и я думаю, что сотрудники библиотек уже чувствуют в этом динамичном нашем спрессованном социально-культурном пространстве просто острую необходимость. Как обратить на себя внимание? Мы с вами понимаем, что тихо сидеть в своей шикарной чистой библиотечке, вылизанной, с замечательно расставленными книгами, обеспыленными, просто сидеть и ждать, когда же к нам кто-то зайдет, кому захочется. Да нет, ребят, уже нам с вами этот номер не выйдет. Социально-культурная атмосфера и среда подталкивает нас к тому, чтобы мы сделали все, чтобы быть заметными, чтобы быть яркими, жизнью, чтобы приобрести такое лицо, чтобы человеку захотелось туда зайти, даже пусть из любопытства, а там уже дальше включается ваш профессионализм, ваше профессиональное знание, умение, навыки, самолюбие, энергия ваша и вообще любовь к жизни и к людям. Итак, с чего начнем? Мы с вами вот эти шаги по разработке бренда учреждений. Ну, я предлагаю вам глубоко, сначала я вам скажу, с анализа спокойного, личного, коллективного, какого угодно, но с анализа. Что же находится вокруг вас на чём можно придать библиотеке узнаваемое, отличное от всех яркое лицо? Аспектов я предлагаю рассмотреть несколько. Первый аспект я поставила исторический. То есть вы должны досконально изучить историю своего учреждения, когда открыто, по какому поводу, кто стоял у истоков, ну, как я вам говорю, что я буду постоянно приводить пример библиотеки, которой я руковожу, библиотека имени Пушкина. Был создан попечительский совет, был написан первый устав библиотеки, библиотека была сначала платной, библиотека была построена на пожертвование. То есть смотрите, какая у меня есть историческая подложка для создания бренда. Вот у меня есть историческая, а у вас, а может быть, известный космонавт приезжал на открытие и подарил библиотеке основной фонд, а может быть, удивительный ветеран войны со своей героической биографией был горячим инициатором создания вашей библиотеки и долгое время библиотека работала, эту тему создавала и основной фонд ваш носит патриотический, гражданско-патриотический характер. Вот. Изучайте глубоко, копайте в историю вашей библиотеки исторический аспект, тем более очень модная сейчас библиотека как место исторической памяти. Очень модное словечко, но оно очень правильное. Смотрите, библиотеки остаются, не знаю, как где, но в городе Сочи библиотеки остаются практически единственным бесплатным местом, куда могут прийти люди. И именно библиотека становится в такой ситуации основным носителем, той самой исторической памяти. Я не скажу, что архивом, но тем не менее. Далее, географическое положение. Если у вас ничего примечательного в истории вашего учреждения нет, оглянитесь вокруг, проанализируйте то место, в котором вы живете. что это? Это рощи, леса, поля, тайга, север, центр города. Оглянитесь вокруг. Возможно, идея вашего бренда лежит в географических особенностях, место, в котором располагается учреждение культуры. А если это территория, которая медленно, но верно застраивается, и вырезается лес, и нарушается экосистема, и птицы, которые раньше прилетали, не прилетают, и буйство зелени, которое раньше было, оно уже не буйствует. Ну, так вот вам идея ваша, исходящая из географического положения. Почему вы не можете быть экобиблиотекой? А почему нет? Дарю, пожалуйста. Экобиблиотека и основной цвет вашего бренда, угадайте, какой, и основная миссия ваша сохранение экологического равновесия в окружающей среде, вот, и потом это очень современно, очень актуально сейчас, очень злободневно сейчас, и вам в помощь многочисленные армии волонтеров, которые вы создадите, но вы будете это делать тонко, через книгу, через выставку, через привлечение, скажем, круга взаимодействия по этой теме, а вы их найдете. вот вам пожалуйста. Дальше. Хорошо. Если библиотека находится в центре городского пространства, ничем не примечательный, икра, район, да, и в цокольном этаже пятиэтажного, девяти-двенадцатиэтажного здания находится библиотека, которая была открыта в советские времена, была обласкана и поддержана государством, а сейчас замечательные книги стоят в рядочек, и не все даже знают, где находится эта библиотека. Я вам честно признаюсь, в городе Сочи и такие есть. В городе Сочи централизованная библиотечная система только центрального и хостинского района имеет семнадцать филиалов. Семнадцать. Не уверена, что, ну, как бы, без желания обидеть коллег, но местоположение имеет свои, скажем, свои результаты. Так вот, в таком случае вас выручит глубокий анализ имеющегося книжного фонда. Когда вы проанализировали свой фонд, все, в нем все правильно, все расставлено по ББК, все разделы присутствуют, но преобладает литература художественно-эстетического направления. Огромный раздел поэзии, литературоведения, живописи, балета, театр. То есть в нашем фонде это преобладает. А вы проанализируйте свой фонд. Литература какого, какой тематики, какая, какого раздела у вас преобладает? Мы возвращаемся к моему примеру с инициативой северо-западного административного округа Москвы. Так вот, библиотека образ, тематическое наполнение которой фото, видео, кино, проанализировав свой фонд, они увидели, что, я так понимаю, территориально она находится недалеко от киностудии, насколько я помню, да, либо там союз кинематографистов, с этим что-то связано, и у них большое количество книг по этой теме. И когда они взяли это за идею, появилась библиотека образ с шикарным тематическим наполнением, с мастер-классами по фото и киноискусству, с киноклубами, с приглашением актеров, режиссеров и любых других специалистов киноиндустрии. Очень интересная библиотека графические истории. Я была в нее в гостях, помню, замечательный там графическое наполнение интерьера, красно-черное, всякое, желтое, причем все, что сделано там, это, ну, за основу взяты комиксы, это детская библиотека, за основу взяты комиксы и все, что вокруг них. И сотрудники совершенно своими руками, они с таким пиететом рассказывали, как они шкурили, как они красили стулья, их желтый цвет, как они красили стены, как у них одна стена полностью предоставлена для написания там отзывов на стене. И это все сделано с такой любовью. Вот они нашли. Библиотека техносайенс сейчас открылась после ремонта и большой раздел технической литературы позволил им выбрать это направление. Библиотека самореализация, библиотека фантазиум, в которой вот на моей презентации я там интервью давала библиотека фантазиум, да, замечательное слово, бренд, замечательный, но родился он из анализа имеющегося книжного фонда. Плюс еще следующий пункт в этом файле выявление творческих компетенций коллектива сотрудников. Понимаете, редко какая библиотека имеет средства, чтобы привлекать специалистов в той или иной области. И руководителям таких библиотек я предлагаю очень тесно пообщаться с каждым из своих сотрудников. В нашей библиотеке из восьми человек в штатном расписании только двое имеют специальное гуманитарное образование. Да, все сотрудники прошли переобучение значит и имеют дипломы, но извините, то базовое образование, которое они получили в советское время, оно у них, у одних техническое, у других финансовое, экономическое и всякое прочее. На прошлом вебинаре у меня был такой файл, как из экономиста сделать библиотекаря. Тот еще труд, я вам скажу. Но иначе никак. Сотрудников не выбирают, но если и выбирают, то когда открывают новую библиотеку, в данном, скажем, в данной обстановке мы с вами работаем с тем коллективом, который есть. Но скажу я вам честно, проверено на себе, пропущено сквозь фильтры своей души. Люди, которые не обладают вот таким, даже маленьким творческим зерном, библиотеку работать, не придут. Пусть даже они по основной специальности техники БТИ, пусть они работники бывшего казначейства, но если человек не имеет предрасположенности к чтению, к общению с людьми, он не придет работать в библиотеку. Поэтому познакомьтесь внимательно со своими сотрудниками. У каждого есть какая-то маленькая творческая шкатулочка, на которой можно сыграть. Ну, давайте так пофантазируем. Мы вчера с сотрудниками, когда готовились к вебинару, мы разговаривали, я говорю, представляете, а если бы я не была по основной своей специальности и роду деятельности до библиотечному, если бы я не была режиссером обрядов, праздников, театрализованных представлений и телепрограмм, да? А если бы я была, например, ну, хореограф, да? И пришла, мне предложили, и я пришла руководить библиотекой. И что? И ничего, и нормально. Мы бы всей библиотекой изучали историю балета, и Майю Блесецкую, и книги Акшесинской, и делали бы выставки, и знали бы всех этих людей в лицо, и замечательный маэстро Григорович, который привозит в город Сочи молодой балет, он был бы у нас в числе постоянных гостей, если не возглавлял бы попечительский совет или еще что-то, да? И почему нет? То есть от личных творческих компетенций сотрудников тоже очень многое зависит. У нас есть в городе Сочи центральная детская библиотека, и первое, с чего начала заведующая этой библиотекой, когда пришла, она по основной специальности педуниверситет худграф омский и отделение декоративно-прикладного искусства Омского колледжа искусства, а она создала пальчиковый театр. Она просто умеет это и знает. И вы знаете, в доковидное время, скажем так, этот пальчиковый театр разросся до такой степени, что она говорит, ну что мне делать, мне пришлось создавать старшую группу из мам этих детей. Дети занимаются в одной комнате, с мамами занимаюсь в другой комнате, потому что мамы настолько заинтересовались и это вылилось в огромных размеров досуговое формирование. То есть вот понимаете, от личности, от компетенции, от умений и знаний тех, кто работает в коллективе, тоже может лежать зерно вашего бренда. От этого тоже многое может зависеть. И далее глубокое погружение в читательский формуляр. Почему я этот параметр взяла? Да потому что, да потому что, проанализировав, кто же был читателем нашей библиотеки, мы обнаружили совершенно уникальных людей, с которыми дружим, из которых вырелось целое направление деятельности. Человек, который, как он говорил, вырос под столами нашей библиотеки, он москвич, он работник внешторга, но будучи в Сочи, он пришел и говорит, как моя библиотека жива, здорова, мы подружились, и это вылилось целое огромное направление в результате этого взаимодействия. Поэтому оцените, проанализируйте ваши читательские формуляры. Я буду немного спешить, время, скажем, подгоняет. Ступени формирования идеи. Вы знаете, везде в технологии бренд-менеджмента говорится о том, что, вступая на лестницу формирования бренда, что мы должны иметь, там перечисляется, мы должны иметь идею, мы должны иметь круг взаимодействия, мы должны иметь комфортную внешнюю и внутреннюю среду, а вот тогда, люди добрые, создавайте бренд. Вы меня простите, я хочу противоречить. К идее создания бренда лица, имени библиотеки можно прийти в процессе. В процессе выявления предмета своей уникальности, о чем мы с вами говорили ранее, в процессе формирования образного представления учреждения. Ну, что такое образ? Образ имя, образ цвет, образ слова, образ соответствия, но предыдущим трем, образ действия, то есть это план работы, по сути. Это в каком направлении в соответствии с выбранным именем, цветовой вашей палитрой, слоганом. Ну, я, например, сейчас теряюсь, у меня в моей творческой копилочке несколько подобных слоганов, которые родились интуитивно, но я их отработала. Ну, например, на встречах со своими читателями, ну, в своих досуговых формированиях, в читальном зале я завершаю встречу всегда одинаково. Я говорю, друзья, как сказал Дмитрий Быков, я завершу свою встречу словами, а я иду в библиотеку, и там сижу до десяти, порядочному человеку в России есть куда пойти. Вот. Ну, вот как бы я благодаря своему вот этому многократному использованию и наблюдением за реакцией моих гостей, я поняла, что, да, это может быть слоганом нашей библиотеки. Я знаю, что по всем бренд, по всем технологиям бренд-менеджмента слоган должен быть коротким, хлестким, ярким, но тем не менее. Вот я себе в копилочку набрасываю вот такие замечательные эти слоганы, да, из этого рождается образ имя, образ цвета, образ слова, и в соответствии рождается план мероприятий с этими продуманными делами, да, всеми продуманными маркерами такими. Ну, например, да, давайте я возьму просто пример из, ну, вот просто так, навскидку, да, как это может работать. Ну, например, живете вы в небольшом селе или в небольшом городке. И как бы особых предметов уникальности вашей вы не обнаруживаете. Просто замечательная библиотека, просто что случилось с видео, просто замечательная библиотека, просто, скажем, хорошие ответственные сотрудники и оглянитесь вокруг. Ну, вроде как экологическая тема вас не цепляет. А что вокруг вас находится? Вполне возможно, что вокруг вас находится школа искусств, музей, дом культуры, вот это вся, скажем, многие, ну, во всяком случае, сибирские поселки таким образом поступали в основной, на основной площади располагаются все эти точки культурного досуга, да, и образовательного. Поэтому, ну, например, да, дом культуры. Хорошо, а что там есть в этом доме культуры? Ну, да, есть хоровой руководитель, который ведет там коллектив небольшой хоровой, да, или коллектив народного пения. Стоп! Народного пения. А что они поют? А почему вы не можете присоединиться и подружиться с ними? Или углубиться, например, в истоки народной культуры? А почему в таком случае вы не можете называться библиотека традиция? И в таком случае образ, цвет ваш будет, очевидно, какой-то орнамент народной вышивки, который соответствует вашему месту? И точно так же образ слова присоединиться, если вы библиотека, традиция. И, соответственно, ваш план мероприятий. Это будут основные события народного календаря традиционной русской культуры или не русской культуры, любой. Вот. Почему это так не может быть? Формы взаимодействия с пользователем в соответствии с выбранным образом, ну, это то, о чем я вам говорю, это план работы. Вот. Это формы наших мероприятий, которые мы планируем на год в соответствии с выбранным образом. Мы двигаемся дальше. я хочу привести очень вкусный пример, очень вкусный пример из моего жизненного опыта. Я Амичка, мои родственники жили Омской области, она территорией Три Франции и вытянута с севера на юг. Так вот, мои родственники жили в далеком таежном поселке, вот там, на севере Омской области. Девушка выйдет из декрета, таежный поселок, раньше лес, промхозы и все прочее, потом, по сути, производства никакого нет, люди выживают как могут. Девушка вышла из декрета, родила ребенка, сидела в декрете, что делать, что делать. Пошла искать работу, предложили, пойдешь в музей. Она говорит, что плакала, когда увидела этот музей, три бревна в два ряда, ну вот такой музей, который скорее мертв, чем жив. И она начала размышлять, поскольку девочка не глупенькая, не имеющая образования культурного, она начала размышлять, начала копать, начала вот те ступени проходить, о которых я вам говорила, и выкопала, а оттолкнулась от местной песни по Московско-Сибирскому тракту. Есть такая протяжная песня, все думают, что она народная, она, видимо, авторская, она задумывается, что такое Московско-Сибирский тракт. Так это мимо, это декабристов мимо, это каторжане мимо шли, начала копать, вы знаете, она ведь нашла, нашла ту дорогу из бревен, по которой шли дорогу, по этим болотистым местам, нашла вот такие ржавые гвозди, привлекла к этому и мужа с экскаватором, и кого там только рыло просто искала, нашла вот такие гвозди ржавые, которыми ковали береги ножны. И вот это присоединило к музею, потом написала, потом убедила, что у этого учреждения, какие глубокие корни исторические. И сейчас, насколько я понимаю, она написала проект, выиграла деньги, штат музея увеличился, и теперь это вкусно совершенно учреждение в далеком-далеком сибирском селе, поселке. Вот. Вот этот пример я вам хотела привести. Шагаем дальше. Мы с вами, конечно, живем в очень непростое время. А когда оно было простым в России? Оно никогда не было простым. Мы сейчас живем в динамичное время. Происходя, череда происходящих событий просто нас подталкивает, выталкивает из насиженных мест и заставляет двигаться, двигаться, двигаться вперед, вверх, вниз, по горизонтали, как угодно. Так вот, продвижением, если вы уже определились с вашим брендом, продвижением вашего социального бренда, и здесь иного, скажем, инструмента, более весомого инструмента, как медиасреда, я даже не вижу. Социальные сети как показатель вашего результата. я тоже пришла к этому интуитивно, когда еще не было необходимости в библиотеке развивать социальные сети, но я чувствовала, что к этому идет, что надо быть активной в медиасреде, надо привлекать внимание, чтобы не заросла тропа, извините, народная, да, и поэтому тут все так сложилось, что в коллектив пришла работать молодая девушка, которая очень хорошо владеет технологиями компьютерными и в ее обязанности я ей обменила ведение администрирования социальных сетей. Мы создали социальные сети еще до того, как грянул гром, и мы сели на режим самоизоляции, и никто не понимал, как мы будем работать, и поступил приказ срочно всем, всем создать странички в социальных сетях. Мы в этом случае оказались в очень выигрышной ситуации, наши социальные сети уже работали, библиотека имени Пушкина города Сочи, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, плюс ко всему мы используем сайт ЦБС города Сочи, если вы туда зайдете, вы нас там увидите. Итак, социальные сети это показатель эффективности вашего бренда. Пусть вы придумали, как вам кажется, идею, нашли, придумали шикарное имя, продумали цветовое решение, нашли слоган, по которому ваша библиотека и дом культуры будет всегда узнаваем, гармонизировали внешнее и внутреннее пространство, привлекли круп партнеров, а ничего не происходит. Не увеличилось количество подписчиков, не увеличилось любимая мною книга выдача, посещение, ничего не происходит. А значит, вы не туда пошли, господа. И ваш бренд не жив. Он не работает. Так вот, маркеры, по которым вы можете определить результативность вашего бренда, это статистика. Если вы зайдете на медиа-контенты по бренд-неймингу, там прямо разработаны формулы. Я не буду в них углубляться. Вы их найдете вообще вот на раз, два, три. Там разработаны формулы. как высчитать то, другое или третье. Но я вам говорю, маркеры определения результативности. Во-первых, темпы роста аудитории. Вы увидите, если вы своим ярким именем и все, что с ним связано, продвигаете, то есть, если ваш бренд способствует продвижению, у вас увеличится количество подписчиков. это первый маркер, да, темп роста вашей аудитории в социальных сетях. Второй маркер вовлеченности аудитории в ваши события. Лайки, комментарии, репосты, упоминания, количество этих всех маркеров покажет вам, насколько ваша аудитория с вами в социальных сетях живет и бренд работает. У нас работает, бесконечно идут дебаты по поводу тех или иных тем. Была у нас вирусная публикация биографии Рокоссовского ко дню победы. Что там началось? Одна умница в обсуждениях написала, вот бы выйти замуж за такого. Другая написала, да их сейчас таких не делают. И понеслось! Вот, сколько у нас подписчиков, сколько было просмотров? Господи, 16 тысяч. Больше 70 тысяч просмотров у этой публикации, понимаете? Вот правильность нашего пути, я в этом вижу, да? Дальше. Такой маркер, как социальное настроение сообщества. Мы можем это отследить на сайте ЦБС, там, где есть раздел посвященный в каждой библиотеке и там есть отзывы. Во-первых. Во-вторых, мы ловим это при общении в социально-культурной среде города, но я считаю это комплиментом, когда приходишь на события другого учреждения, там, в художественный музей, музей дачи Барсовой, концертный зал, еще куда-то, а мне говорят, а, библиотека Пушкина, господи, да она везде. И вот куда бы ни пришел библиотека Пушкина. То есть мы настолько, мы, наш вот проект страницы Великой Победы был настолько успешным, что одна дама из управления культуры с налетом эдакой, ну, скажем, я не знаю, как это называть, она сказала, господи, такое ощущение, что День Победы в Сочи празднует только библиотека Пушкина. То есть мы настолько были активны в среде, и наши публикации вызывали репосты, лайки, обсуждения, вот это все, да, вот, причем мы нисколько не обиделись, по-доброму посмеялись, и говорили, ну, ребята, мы на верном пути, все правильно, так и должно быть, вот, и как результат наших правильных действий это те самые отчетные наши с вами параметры, количество посещений, книга-выдача и всякие прочие дела. Естественно, люди, привлеченные таким интенсивным круговоротом событий, участий в социально-культурной среде, ну, конечно, им интересно, ух ты, библиотека, там, наверное, все высший класс, да ничего не высший класс, обычный бумажный документ и оборот, обычное традиционное ведение библиотечных дел, люди необычные, с радостью встречающие, улыбающиеся, находящиеся, проходящие обязательно с любым вошедшим в наши двери точки соприкосновения, атмосфера, которая, которая по щелчку пальцев не создается, ценой вашего продуманного абсолютно пути по этой лестнице создания бренда и формирования имиджа библиотеки. дорогу оселит идущий. Не бойтесь, я призываю коллег моих, огромное библиотечное сообщество по всей России, призываю вынуть из себя, воспитать в себе, сформировать долю здоровой профессиональной наглости. Делюсь. Поступайте так. культурной наглости, аргументированной, уверенности, граничащей с самоуверенностью. И тогда, и тогда вы, начиная со своего личного бренда, как руководителя учреждения культуры, сформировав бренд библиотеки, имя, цвет, содержание работы, и потом вы будете чувствовать себя звездой, проходя по своему поселку, микрорайону, городу. С вами будут считаться, вас будут уважать за экспертные ваши качества, вас будут приглашать в жюри. И это не просто как бы реверанс в вашу сторону, это признание правильности выбранного вами бренда. Не бойтесь шагать навстречу. Дорогу оселит идущей назвала я предпоследний файл, потому что шагайте. Мало знать верный путь, нужно еще по нему шагать. Добавьте себе в друзья целеустремленность, ведь вы же четко проанализировали состояние вы достичь этой цели или нет. Терпение, вот такое терпение, ведь помните, как я говорила на первом нашем вебинаре, капля точит камень, не потому, что она такая сильная, а потому, что часто и в одно место падает. Возьмите себе в друзья образовательные медиаплатформы типа Директ Академии и доступно, просто, качественно, авторитетно. Возьмите себе обязательно вам подскажу такой пункт поддержку руководителя. Даже если вы сформируете идею, загоритесь, все выстроите, все напишите, придете к руководителю и скажете «Я хочу», в результате будет вот это, руководитель скажет «Сидеть и не высовываться, сидеть тихо», потому, что есть такая дилютина, как оптимизация, ну, что там еще, всякие инсинуации, они бывают, и руководитель просто больше знает, больше информирован, и оставьте ему это право политику ЦБС выстраивать, да, поэтому поддержка руководителя одно из необходимых условий. Руководитель должен быть ваш единомышленник, и тогда он примет и вашу здоровую наглость профессиональную, и вашу самоуверенность, и вашу социальную, вашу активность, но он однозначно должен быть вашим единомышленником. Ну и, конечно, возьмите себе в друзья круг своих личных друзей. Поверьте, первые наши с вами помощники, это кто? А? Вот напишите мне, пожалуйста, быстренько, или я ошибаюсь. Первые, кто приходит на помощь, если отломилась ручка, прорвало батарею, заклинило замок, кто? Ну, напишите, пожалуйста, мне. Так друг личный принято. Муж, любовник, муж подруги, сосед. Вот этот круг ваших личных друзей, это первая ваша поддержка, это семья, вторая ваша поддержка, все ваши мамы, и бабушки, и свекрови, и тещи. Это круг вашей личной поддержки, ваши друзья, круг творческих единомышленников, это те, которые фонтанируют идеями, вам может быть достаточно двух-трех слов, чтобы за них зацепиться и найти в этом идею вашего, бренда вашего учреждения. Дорогие друзья, время нашей встречи истекает, но вот давайте быстренько, очень быстро, экспресс-тест такой, напишите в чате, те, кто дожил до финала, напишите быстренько, какую особенность вашей библиотеки, географическую, историческую, компетентностный подход к сотрудникам, какой бы аспект взяли за основу, пожалуйста, ну найдите сейчас, быстренько в голове, мозговой штурм, давайте устроим, у нас еще с вами, ну, в запасе нам позволят пять, десять минут, пожалуйста, напишите, у кого что под ногами, исторический, географический, ну, что-нибудь вкусненькое, слово, придумайте, ну, кроме эко-библиотеки, исторический, исторический, так, давайте мы с вами быстро сейчас придумаем слово, слово, идея краеведения, известный краевед у вас в кармане, да, идея краеведения, библиотека, связанная с краем, да, думай, семейная библиотека, библиотека семейного чтения, географическая, то есть, возьмите в свой бренд имя какое-то окружающее вас, природное какое-то, уникальное имя, возьмите, вынесите его в заголовок вашего бренда, имя ваше, и вы будете выстреливать этим именем везде, поэтому имени вас будут узнавать. Вот, исторический, да, ну, например, если у вас историческая основа для формирования вашей идеи, вашего бренда, ну, назовите точку отсчета, культурная, там, я не знаю, первая ступень, место памяти, место еще что-то, да, вот, вот вокруг этого покрутитесь, и вы найдете обязательно идею. То, о чем я вам говорила, к идее можно просто прийти, до идеи можно дорасти, вырасти до идеи. Ну, и, дорогие друзья, я могу вам сказать, будете у нас в Сочи, заходите, библиотека имени Пушкина в городе одна, наши странички в социальных сетях в презентации, кому очень хочется обсудить, пофантазировать вместе, пишите, звоните, мы открыты для общения, мы рады всегда каждому входящему, нет ничего ценнее человека, который вступает с вами взаимодействие, ничего ценнее нет. Спасибо Санкт-Петербургу, обязательно, обязательно, знаете, какое замечательное название гимназии, Alma Mater, вот где историческая, скажем, идея, историческая платформа, Alma Mater, с этого все начинается, да. Спасибо, дорогие друзья, будем рады, буду рада, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто почерпнул что-то интересное, или это было просто, скажем, приятное общение, вот кто из нашей встречи вынес что-то интересное? Спасибо. Спасибо, я буду рада делиться с вами дальнейшим своим жизненным творческим профессиональным опытом. Благодарю вас. Спасибо. Так, вступаю во взаимодействие. Почему нет странички ВКонтакте? Спасибо, исправимся. Страничка ВКонтакте появится с января месяца. Вот сейчас отработаем отчетно-плановый период и с января. Там есть целевая аудитория, мы к этому уже пришли и обсуждаем. Но вы знаете, по поводу социальных сетей поделюсь с вами таким наблюдением. Первая сеть, первая площадка социальных сетей, которая была открыта, это Одноклассники. Когда мы выкладывали небольшие публикации по различным историческим календарным поводам, текстовые, сопровождали их фотографиями. Дальше присоединился Инстаграм, присоединился Фейсбук, и мы подумали, что мы уже выросли из этих коротких штанишек написания текстов с нашими замечательными иллюстрациями, книгами, нашими лицами, там, да, и я стала говорить, коллеги, двигаемся дальше, осваиваем PowerPoint, это делаем, это делаем, видео снимаем, Валерий Анатольевич, живо все свои видеоинструменты, доставайте, мы работаем с видео, а оказалось, что те наши пользователи, которые пришли в Одноклассники на тот контент, на то наполнение, они стали отписываться, когда мы стали публиковать веселые видюшки, веселые картинки и всякие тралялюшки, оказалось, что им это неинтересно, и то количество подписчиков пришло именно на тот контент, поэтому мы анализируем каждый месяц, смотрим, как меняются просмотры, какие наши публикации больше смотрят, какие меньше, какие комментируют, какие нет, мы анализируем это каждый месяц, и к тому, чтобы создать страничку ВКонтакте, мы пришли уже к этому решению. Спасибо всем, дорогие друзья, закончу традиционные фразы, а я иду в библиотеку, и там сижу до десяти, и порядочному человеку в России поверьте, есть куда пойти, пока живы мы с вами. Всего доброго! субтитры